Девушки отдыхают Тогда он был? Да, ну конечно. Днем этот разбойник спокойно лежал, а ночью вставал из могилы и грабил и убивал людей. Иногда он ходил на танцы. В казино? Что ли? Да какое казино при советской власти? В этот, во дворец культуры имени Сергея Мироныча Кирова. А, на Васильевске. Ну конечно, это же раньше все было-то. И вот однажды на этих танцах он встретил девушку. Они полюбили друг друга. Он признался ей в любви, и она ему тоже. И предложила жениться на себе. Молодец. Мужику, если не припозжишь, сам в жизни не догадается. Вот. Она... Он ей говорит. Милая, но я же живу в могиле. Это он так коммуналку, что ли, называл? Да нет. Это он так могилу называл. Этой могилой. Оригинально. Ну вот. Она ему и говорит. Ну и что? Мы будем жить в могиле вместе. Ну и правильно. Смиром-то рай в шалаше. Милая, я же преступник, говорит он ей. Меня милиция три года ищет найти немножко. А она ему отвечает. Ну и что? Я стану твоей сообщницей. Молодец. Молодец. Тогда он ей говорит. Ну что же. Пошли со мной на кладбище. Пришли они на кладбище. Он ей и говорит. Милая, обними меня. Девушка обняла его. Разбойник достал. Давай, черотики. Прошу просто. Давай. Да какая тут эротика. Разбойник достал нож и зарезал ее. Да? Да. А почему? Почему? Чтобы не убежала. Он привык, наверное, резать? Ну конечно. А, вот он. Потом он зарезал себя и перед смертью обхватил мертвую девушку руками. Ну вот это, чтобы не убежала. Ну конечно. Вот, это точно. Вот. А потом, через много лет, программа 600 секунд нашла на этом кладбище два трупа. Позвала кладбищенского сторожа и тот за небольшие деньги. Ну, рублей за восемь. Ну да. Ну за семь. Ага. Ну это. Вот. Так вот он за эти несчастные семь рублей положил их в одну могилу. Страшно. Страшно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...